МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители. Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Вячеслав Крискевич. И Людмила Татарова. Вы смотрите программу День веков хронограф. Сегодня 23 августа. Обратимся к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 23 августа 1915 года царь Николай II принял на себя командование русской армией в ходе Первой мировой войны. Поводом к войне послужило убийство в июне 1914 года в столице Боснии и Герцеговины, городе Сараево, наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены. Под влиянием Германии Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия же, выступая покровительницей Сербии, объявила всеобщую мобилизацию. С этого момента в войну была вовлечена Германия, которая сначала потребовала прекратить мобилизацию и, не получив от России ответа, объявила ей войну. К середине апреля 1915 года германское командование успело перебросить с Западного фронта лучшие боеспособные корпуса, которые вместе с австро-венгерскими войсками образовали новую ударную армию. Под напором австро-германских войск русская армия с тяжелыми боями отступала с Карпат и из Галиции. В конце мая оставила Перемышль, а 22 июня сдала и Львов. Такая ситуация была результатом просчетов как военного министерства, так и командования армии. Дело в том, что верховный гонокомандующий, великий князь Николай Николаевич, младший, едва ли соответствовал возложенным на него важнейшим обязанностям. Глубоко потрясенный поражениями русских войск, великий князь утратил веру в себя и, имея свои суждения по тому или иному вопросу, не решался настаивать на их проведении в жизни. Николай II к вопросу о командовании армией относился, несомненно, более вдумчиво. Намерение лично возглавить армию сложилось у российского императора в самом начале войны, но тогда он был вынужден от него отказаться. На заседании Совета министров в июле 1914 года все члены Совета выразили несогласие с решением государя, доказывая, что русскому царю не следует принимать на себя непосредственную ответственность за мелкие неудачи и недочеты первых дней войны. Также они настаивали на том, что царский авторитет может быть использован лишь в обстановке, отвечающей верховному значению и объединительному призванию царя. Однако через год, видя пагубность создавшегося положения, Николай II счел необходимым вернуться к своему первоначальному замыслу. 23 августа 1915 года он подписал приказ о принятии на себя обязанностей верховного главнокомандующего. Для императора принятие верховного главнокомандования было сопряжено с сильными душевными переживаниями. Он воспринимал его как наивысшую ответственность перед Россией. Подписал рескрипт и приказ по армии о принятии мною верховного главнокомандования со вчерашнего числа. «Господи, помоги и вразуми меня», записал он в своем дневнике. С этого дня начался новый этап в войне России против Германии и Австро-Венгрии. Этап, который знаменовался стабилизацией фронта, самой великой победой русской армии за эту войну, брусиловский прорыв, небывалым восстановлением и наращиванием военной мощи. С другой стороны, такая ситуация привела в итоге к радикализации оппозиции, продовольственному кризису и всеуглубляющемуся политическому кризису, который окончился трагической катастрофой в феврале 1917 года. 23 августа 1935 года было опубликовано решение Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами. До 1935 года шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы. Первого двуглавого орла водрузили на вершине шатра Спасской башни в 1650-х годах. Позднее русские гербы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля Никольской, Троицкой и Боровицкой. В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звезды. Они были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди. Знаки серпа и молота на них из уральских камней самоцветов. Освещённые внизу прожекторами первые звезды украшали Кремль почти два года. Но под воздействием атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид. В мае 1937 года было решено установить к 20-летию Октябрьской революции на пяти кремлевских башнях, в том числе и на водовзводной, рубиновые звезды. Они зажглись в ноябре 1937 года. Эскизы новых звезд подготовил народный художник СССР Фёдор Федоровский. Он рассчитал размеры, определил форму и рисунок, предложил рубиновый цвет стекла. Перед промышленностью поставили задачу сварить рубиновое стекло. Госзаказ получил Донбасский завод. Сложность заключалась не только в том, что никогда прежде в таком количестве рубиновое стекло в нашей стране не производили. По техническому заданию оно должно было иметь разную плотность, пропускать красные лучи определенной длины волн, быть устойчивым к резким перепадам температуры. Специальное рубиновое стекло, отвечающее предъявляемым требованиям, изобрел известный московский специалист-стекольщик Никонор Курочкин, сделавший первый саркофаг для мавзолея Ленина. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды изготовили уникальные лампы накаливания мощностью от 3700 до 5000 ватт. А для предохранения звезд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему. У кремлевских звезд двойное остекление. Внутри молочное стекло, снаружи рубиновое. Вес каждой звезды около тонны. Звезды на башнях разной величины, так как кремлевские башни имеют разную высоту. Рубиновые звезды на кремлевских башнях горят днем и ночью. 23 августа 1939 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иохим Риббентроп подписали пакт о ненападении, получивший название Пакт Молотова-Риббентропа. Дело в том, что Советский Союз в 1930-е годы находился в полной международной изоляции. Ему грозила опасность войны с двумя сильными противниками. На западе угрожала Германия, а на востоке Япония. В этих условиях российское правительство все больше задумывалось о достижении какого-либо договора с Германией, единственной реальной в то время военной силой в Европе. Обе стороны имели разные цели. Заключая этот договор, Гитлер лихорадочно готовил нападение на Польшу и считал, что это соглашение исключит для Германии угрозу войны на два фронта в Европе, поскольку Сталин, по его расчетам, заинтересован в возврате территории бывшей Российской империи, будет стремиться получить такую возможность благодаря договору с Германией. Сталин рассматривал договор как шанс реализовать территориальные притязания Советского Союза, избежав вооруженного конфликта и возможность готовиться к военным действиям, которые неминуемо должны будут наступить. 20 августа 1939 года Гитлер, уже назначивший нападение на Польшу на 1 сентября, послал Сталину телеграмму. В ней он настаивал на скорейшем заключении договора и просил принять не позднее 23 августа рейхсминистра иностранных дел для подписания как пакта о ненападении, так и дополнительного протокола к нему. По договору, подписанному 23 августа 1939 года, стороны обязались все споры и конфликты между собой разрешать исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями. Во второй статье документа говорилось, что в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, а другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Другими словами, Советский Союз не будет помогать возможным жертвам агрессии фашистского рейха. А договор имел секретный дополнительный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной и Юго-Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае войны Германии с Польшей немецкие войска могут продвинуться до так называемой линии Керзена. Остальная часть Польши, а также Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия признавались сферой влияния СССР. Судьба Польши была решена в порядке дружественного обоюдного согласия. Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю после его подписания. Причем от депутатов скрыли наличие секретного дополнительного протокола. На другой день после ратификации договора 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 17 сентября 1939 года польскую границу пересекли части Красной Армии. Советский Союз после освободительного похода присоединил к своей территории Западную Белоруссию и Западную Украину. У Германии и Советского Союза появилась общая граница и вопрос о нападении одного из партнеров по договору на другого стал вопросом времени. С момента нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года договор утратил всякую силу. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи!